Всем привет! Я буду вам сегодня рассказывать про очередную свою покупку на просторах интернета. И это у нас фонарь, аккумуляторный фонарь от фирмы Ромбика. Давайте рассмотрим первоначально с вами упаковку и потом уже перейдем к самим внутренностям данной упаковки. Ну, у нас фонарь должен быть вот так вот выглядеть. С боковых сторон мы здесь, в принципе, ничего там такого не найдем, не увидим. Ну, кроме как вот здесь вот хранится такая специальная штучка-держалочка, с помощью которой можно будет в саму коробку повесить. Ну, и внутри у нас здесь указано то, что в ноде с боковой, там в части указано то, что зарядное устройство и аккумулятор у нас имеются внутри. В принципе, всё. С обратной стороны мы можем здесь увидеть, что это мощный алюминиевый аккумуляторный фонарь. Кстати, вот это самое важное, что это не просто фонарь, а это именно алюминиевый. С функцией зума, ну, функцию зума мы посмотрим чуть позже, освещает равномерным ярким лучом. С изменяемой шириной и дальностью содержит встроенное зарядное устройство для трёх аккумуляторов 18650. Ну, что, в принципе, комплектация это у нас фонарь, аккумулятор литиевый 18653 штуки из всего зарядного устройства. Максимальный состав поток. Компания у нас Ромбика заявляет 800 люмен. Я бы, конечно, не стал бы доверять прям таким цифрам. Компания Ромбика это у нас не производитель. Она просто у нас скупает товары с Китая и перепродаёт здесь. Но есть, конечно, и свои плюсы, потому что вы приобретаете товар здесь с гарантией, с упаковкой на русском языке, а не просто где-то там на каком-то, я не знаю, там, Алиэкспрессе. Покупаете, ждёте 2-3 месяца, ну, а там, например, неделю, это будет ещё более-менее срок по доставке. Товар, ну, там, тот же самый фонарь, там, товар придёт к вам без гарантии и непонятно в какой упаковке. А здесь уже получается вот так более всё красиво, лучше. Давайте теперь вскроем саму упаковку, посмотрим, что у нас там будет внутри. Так, а внутри у нас здесь есть сам фонарь. Достаем, аккуратно уложим. Замечательно. Так, специально здесь есть пазы такие вырезанные. Есть упаковочка такая классная. Дальше у нас для зарядки. Зарядку мы вставляем, ну, потом чуть позже, там, да. Ну, ладно, давайте сразу-то посмотрим. Вот сбоку вот здесь вот можно будет установить зарядку. Сюда вставляем. И вот так вот смотрим. Ну что, давайте посмотрим дальше. У нас здесь есть инструкция по эксплуатации для данного фонаря. Так, ну что. 12 месяцев гарантии, один фонарь. И вот здесь вот можно будет посмотреть, как необходимо будет вставить аккумулятор, чтобы всё это дело у нас работало. Замечательно. Так, ну что. Вскрываем, смотрим сам фонарь дальше. Так, ну давайте посмотреть, может быть, его внешний вид. По внешнему виду у нас здесь есть такая ручка основательная, большая. Сбоку у нас здесь есть, как я уже, в принципе, говорил, специальный разъем для подключения зарядного устройства. Здесь должна была быть резиновая заглушка. Но, к сожалению, я покупал этот фонарь по уценке уценённой. И поэтому здесь каких-то элементов, возможно, не будет. И, например, вот уже там будет как-то там, не знаю, там потёрт. Но, наоборот, это хорошо. Можно будет увидеть, как он будет выглядеть через какой-то период времени эксплуатации. Так, ну, здесь я уже сказал, что у нас есть ручка. Открывается, вот откручивается с этой стороны. Можно будет достать, вот они, аккумуляторы 18650 от фирмы. Ну, как здесь, да, там говорится, что это от фирмы ромбика. Без защиты, ну, обычные. Так, ну что, вставляем. Вставили раз, вставили два. Так, и вставили три. Закрутили. Вот так вот вставляем и начинаем крутить. У нас здесь есть резиночки уплотнительные, которые не будут давать влаге попадать. Есть также вот здесь, видно, да, и вот здесь вот. Возможно, чтобы можно было верёвочку сделать и уже там с помощью верёвочки, не знаю, там переносить. Так, кнопочка включения. Вот видно, да, там сам светодиод и сама функция зума. Я, честно говоря, очень сильно хотел сделать сам фотографии, но у меня этого не получилось. Поэтому я сделал немного всё по-другому. Я просто взял с интернета примеры, как светит фонарь. И вставил в это видео, можно будет посмотреть. Так, ну что, здесь вот ещё одна надпись у нас. Нажимаем на кнопку. Видно, да, то, что вот начинает подсвечиваться. Нажимаем ещё раз. И ещё раз. Видно то, что режимы, меняются режимы. И через какое-то время кнопочка, она будет всё равно, вот здесь, правда, вот не видно. Но в ночное время видно то, что кнопочка будет у нас какое-то время вот подсвечиваться. Замечательно. Так, ну и по самим режимам. Давайте посмотрим, какие у нас здесь режимы есть. Это вот обычный режим. Далее режим у нас, ну там самый светлый. Чуть темнее. И есть вот режим, который показывает нам, если не ошибаюсь, это просто мигание. Хотя я думал, что это сигнал SOS. Нет, это просто мигание. Всё. Выключился наш фонарик. Так, давайте теперь подумаем, что мне необходимо будет ещё показать. А, точно. Так, ну что. Теперь я вам покажу, как работает у нас режим зума. Будет светить дальше. Дальше, но ярко и далеко. Не знаю, как это нужно вам или не нужно. Но, в принципе, удобно, если, к примеру, вам нет необходимости. Чуть надо дальше. И нет необходимости прям такой засветки боковой. Соответственно, мы уменьшаем. И вот с помощью вот такого вот режима. Здесь вот держится, не меняется. Поэтому, хопа, всё замечательно. Ну, в общем, как-то так. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Ставьте лайки, комментируйте. До скорых встреч.